Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Начинаем уже, по-моему, третье совместное заседание Совета по инвестиционной политике и Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям торгово-промышленной палаты. Сегодня мы немножечко в усеченном составе, потому что что-то опять прям волна заболеваний. Люди, как тут пишут, не хотят сеять бациллы. Предпочитают нас оставить здоровыми, но, к сожалению, сообщения сделать не могут и в репликах тоже не смогут принять участие. Но ничего. Как обычно, мы получаем от тех, кто хотел бы, но не смог по тем или иным причинам различные материалы, презентации и потом учитываем то, что там содержится в наших протокольных решениях и различных действиях. Сегодня у нас тема совершенствования нормативного по регулированию механизмов проектного финансирования. Мы продолжаем ранее начатую дискуссию на эту тему. Мы полагаем, что те усилия, которые предпринимались в последние годы, не должны забыться, хотя тема проектного финансирования, которая вышла на такие первые страницы и СМИ, и действий правительства, скажем, в 2013-2014 году, так постепенно угасают. Ну, у нас часто так бывает, что с популярными темами, которые на самом деле очень актуальны, но в общественном сознании, в сознании пиарщиков всего лишь одни из таких проходящих условно-модных тем компаний через букву А. Вот, помимо проектного финансирования, сейчас и импортозамещение стало тоже как-то так забываться. Кое-кто уже собирается подвести итоги импортозамещения, хотя всего-то два года, два с половиной, наверное, этой работе, и мы с вами прекрасно понимаем, что любой инвестиционный проект, это там от трех до семи, какие-то вот итоги подводить смешно. Но, тем не менее, люди начинают немножко иногда уставать от каких-то тем, что лишний раз доказывает, что наш народ не всегда склонен к систематической, такой упорной работе, постоянной, регулярной. Вот, мы люди творческие в большей степени. Но, посоветовавшись с Владимиром Андреевичем, мы решили, что вот должны быть такие островки стабильности, и наши два подразделения, торгово-промышленная палата, должны поступать такими островками. Мы все равно будем заниматься импортозамещением, как бы мы его ни называли, там экспорт ориентированный, еще там какое-то. Мы все равно будем заниматься проектным финансированием, что бы там ни происходило, и как бы нам не пытались объяснить, что, дескать, эта тема отыграна, что никто к ней возвращаться не будет. На самом деле, наши контакты и в Министерстве экономического развития, и в Центральном банке, и в различных государственных институтах развития показывают, что тема продолжается, продолжает не просто вызывать интересы, но и остается чрезвычайно актуальной, потому что, на самом деле, после постановления 1044, мало что сделано для того, чтобы, собственно, нормативно закрепить вот эту тему, как элемент нашей жизни. У нас по-прежнему ничего не сделано в области инвестиционного банковского кредитования, у нас нет, по сути, инвестбанков. У нас по-прежнему универсальные те в нашей попытке, которые мы оказывали воздействие на Центральный банк в сторону того, чтобы немножечко хотя бы дифференцировать банки по их типам, привели к тому, что были выделены так называемые региональные банки с такой лицензией, несколько усеченной. Закон сейчас, вроде бы, там достаточно успешно двигается. А, к сожалению, вот эта вот часть связана с инвестиционным банкингом, с проектным финансированием, так и осталось где-то в стране. Будем дожимать. И вот сегодняшнее наше заседание, это тоже один из таких важных моментов, которые подтверждают, мы не бросаем эту тему, мы ее будем доводить до конца. Нас поддерживает Николай Райч Подгузов, заместитель министра экономики. И я не услышал от Максима Станиславовича Орешкина, от министра нового какого-то неприятия, отторжения. Несмотря на весь его бэкграунд, он, тем не менее, проектно-финансирование по всей юности воспринимает как серьезную задачу. Ну, не могу сказать, что в Центральном банке мы находим понимание на самом верхнем уровне. Но на среднем уровне люди спокойно общаются, для них это тоже не является табу. Вопросы, связанные с тем, почему не продолжается 10.44 в новом уже трансформированном варианте, в основном сводится к тому, что все-таки Центральному банку не ясна экспертиза тех проектов, весь этот процесс, как он происходил, тем более, что он происходил в режиме предыдущего внешнеэкономбанка, 1.0, как теперь принято говорить, теперь у нас Web 2.0. Вот, и может быть, мы все-таки делая акценты на правильную организацию экспертизы, этот аргумент против продления какого-то нового, новой реинкарнации 10.44 преодолеем. Есть определенные сомнения и в администрации президента, но не критичные. То есть я сейчас на самом деле не вижу сколько-нибудь серьезных таких моментов, которые бы делали практически невозможную дискуссию на тему развития проектного финансирования Российской Федерации. Вот, за всем я передаю слово Владимиру Андреевичу, Гамзе, большому специалисту по этому вопросу, до вступительного слова, дальше переходим к докладу. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я не буду делать большое вступление, потому что за мной заключение по сегодняшнему мероприятию. Я хочу лишь сказать, почему эта тема действительно чрезвычайно актуальная. 90% всего финансового рынка, активов всего финансового рынка, это банк. И только 3, даже менее 3% активов кредитных организаций сегодня составляют инвестиционные вложения. Надеюсь, достаточно аргументов для того, чтобы нам всем понять, что тема проектного финансирования, инвестиционного кредитования в России является чрезвычайно актуальной. без решения этой темы мы не сдвинемся в своем экономическом развитии. Спасибо. Ну, а Олег Михайлович, я думаю... Сделает сейчас основной доклад Олег Михайлович Иванов, вице-президент Ассоциации региональных банков России. Пожалуйста. Доброе утро. Мы уже... Есть презентация, коллеги. Да, два раза тему проектного финансирования и инвестиционного кредитования в этом кругу обсуждали. И меня попросили сделать такой очень акцентированный доклад сегодня по итогам уже двух обсуждений, сконцентрировавшихся на вопросах совершенствования и регулирования. Поэтому я заранее извиняюсь, может быть, за некоторые юридизмы, поскольку мы будем говорить о совершенствовании и регулировании, поэтому мы должны быть максимально конкретны. Но прежде чем я начну, я бы хотел сделать такую ремарку в продолжении выступления Владимира Андреевича, точнее его замечания. На прошлой неделе, в четверг, в пятницу, состоялась большая банковская конференция, традиционная, в Уфе. И сначала выступали банкиры, условно говоря, с теми же самыми тезисами о том, что нам банковское законодательство не позволяет выдавать инвестиционные кредиты и действительно там от 4 до 8 процентов доли инвестиционных кредитов в банковском портфеле. А потом о Лаверде выступал премьер-министр Башкирии Рустем Морданов, который, кстати, до этого возглавлял нацбанк башкирский. И он сказал, знаете, парадоксально, но у нас, когда мы на уровне правительства реализуем все инвестиционные проекты, крупные и средние, мы видим, что доля заемного банковского финансирования во всех проектах больше 50%. Таким образом, банковская статистика в каком-то смысле не совсем схлопывается с статистикой реальных региональных властей и реальных проектов. И, собственно, вот этот парадокс мы в дальнейшем увидим, как разрешается в сфере пруденциального банковского регулирования. Я про это буду говорить. Но первый и главный вывод, знаете, нельзя верить статистике. Есть известная поговорка про это, да? про лошадь, статистику. Но фокус состоит в том, что даже статистика центрального банка в ситуации того жесткого регулирования, которое он предложил инвестиционным кредитам, она не соответствует реалиям жизни. Доля банковского кредитования в инвестиционном процессе по факту существенно выше, но статистика даже центрального банка этого не видит. Следующий слайд, пожалуйста. Проектное финансирование. Совсем коротко напомню, нас все-таки интересует проектное финансирование в строгом смысле этого слова, да? И обратите внимание, я бы здесь скорее выделил, сделал акцент на участие спонсора или инициатора проектного финансирования, а точнее на ту важную идею или концепцию проектного финансирования, которая касается ограничения ответственности этого инициатора. Пожалуйста, следующий слайд. На что обращают внимание большая часть российских банков, кредитующих крупнейшие российские компании? То есть попросту говоря, крупнейший российский бизнес на сегодняшний день закредитован. И этому есть очень четкие математические выражения, которые называются финансовыми ковенантами. То есть если мы говорим о том, что вот есть замечательный российский там производитель или может быть сырьевая компания, которая хотела бы построить еще что-то, то выясняется то, что уже накопленный размер банковских долгов или выпущенных в том числе облигационных займов, он находится на критическом уровне по отношению либо к тому финансовому потоку, который получает компания, либо к размеру активов. И в общем-то внутри этих банковских кредитов уже вот эти финансовые ковенанты, то есть отношения некоторых экономических показателей компании, этой компании на самом деле не позволяют дальше наращивать долговую нагрузку. Поэтому если мы хотим видеть какой-то рост вот этого бизнеса и в том числе какие-то инвестиционную активность за счет привлеченных средств, то это все можно делать только на балансе так называемых проектных компаний, на принципах проектного финансирования. Когда сам проект выделяется с баланса спонсора, живет самостоятельной жизнью. И собственно кредиторы не рассчитывают на поддержку со стороны спонсора, а в общем должны рассчитывать на будущие денежные потоки. Поэтому чрезвычайно важны две другие экономические предпосылки. Нужно очень внимательно смотреть на распределение и разделение рисков между различными участниками проекта. Ну и соответственно целевое использование кредитных средств. Следующий слайд. Теперь о собственно законодательстве. Здесь я выделил вот те блоки вопросов уже с точки зрения вот в формате действующего законодательства и регулирования, без изменения которых системного прорыва в сфере проектного финансирования, как кажется экспертам, ожидать не приходится. Первые два блока связаны с очень специальным проектным финансированием, когда задействованы соответственно власти федеральные, субъекты федерации, а может быть и муниципально-частное партнерство. Соответствующий 224 закон уже действует более двух лет, но он настолько рамочный и настолько выбивается из общего финансового регулирования, что пока от него вспомоществований немного. Традиционно, как только речь идет о федеральных крупных проектах, возникает тема концессий, она возникает там, где у нас есть какие-то объекты недвижимости, часто линейные, связанные с дорогами, с трубопроводами, с мостами, и возникает концессионное соглашение. К сожалению, вот здесь стыковка этого законодательства с некоторыми финансовыми блоками еще недостаточно, а эти темы должен был Дмитрий Анатольевич Голозунов вот в деталях освещать, да, точно так же, как и закон о рынке ценных бумаг. Может быть, из-за его отсутствия я немножко этого коснусь. Дальше, собственно, несколько блоков, имеющих финансовое происхождение. Напомню, что как раз те начатки проектного финансирования, осуществляющегося путем выпуска ценных бумаг, у нас сейчас даны в законе о рынке ценных бумаг. И вот туда-то предлагается вносить основной блок изменений. Далее, в законе о банках и банковской деятельности необходимо регулировать и углублять правила для банковского кредитования. Прежде всего, при участии нескольких банков синдицированный кредит, про него, в общем-то, мы много говорили. Поскольку речь идет о кредитных рисках, и очень важно их снижать, то блок, связанных с обеспечением исполнения обязательств, с залогом, поручительством, гарантий, а этот блок находится в настоящий момент в Гражданском кодексе, в главе 23-й, напомню, тоже представляет важность. И, наконец, законодательство о несостоятельности банкротства, это, ну, оно всегда с нами. Но, честно скажу, в рамках сегодняшней презентации я бы хотел еще достаточно много внимания уделить банковскому регулированию, то есть тем нормативно-правовым актом, который готовит Центральный банк. Не случайно про это уже упоминали в вводных словах. Действительно, можно все замечательно отрегулировать вот в пяти-шести законах, указанных выше, но если у нас на уровне нормативных актов Центрального банка останется тот уровень резервов, и те требования к достаточности капитала, которые есть сегодня, то никакое не только проектное финансирование, но даже инвестиционное банковское кредитование останутся просто экономически невозможными. Поэтому первый законодательный блок – это, так скажем, юридические предпосылки, да, это необходимые условия, но недостаточно. А, собственно, финансово-банковские или экономические предпосылки, они лежат в сфере изменений нормативных актов Центрального банка. И поскольку это совсем злободневная история, то я уж скажу, остановлюсь на ней поподробнее. И говорилось о постановлениях правительства Российской Федерации. Вот я бы хотел показать, что, на мой взгляд, вот такая увлеченность постановлениями правительства, она является прямым следствием серьезных недостатков действующего российского законодательства. Следующий слайд. А, вы нажимаете, и, наверное, его мы пропустим. Еще раз напомню, да, что вот в ядре у нас это специализированное общество проектного финансирования, которое имеет очень специальный юридический статус. Собственно, весь проект должен реализоваться в международной практике этим обществом проектного финансирования. Инициатор проекта, собственно, разрабатывает проект, представляет его банком. И в классической схеме вкладывает от 20 до 30 процентов стоимости проектов. Остальные 70-80 дают кредиторы. Как правило, на стадии строительно-монтажных работ и, в общем-то, запуска проекта, это банковский кредит, он обеспечивает большую гибкость. И, опять же, в каждом пятом случае это завершается, как свидетельствует международная практика, это завершается выпуском облигаций. Когда проект уже работает, генерируют некоторые, понятный денежный поток, то часто происходит рефинансирование банков-кредиторов за счет выпуска облигаций. Вот такая достаточно сложная схема, и то на ней сейчас изображены не все участники, но видно, что их практически 10. И вот эти все стрелочки, эти взаимоотношения, собственно, и относятся к тем или иным законодательным сферам. Следующий слайд. Итак, давайте подойдем подробнее. Просто я коротко резюмирую, может быть, выводы той рабочей группы, чтобы они у вас зафиксировались. Обратите внимание, если мы говорим о законодательстве о рынке ценных бумаг, в котором на сегодняшний момент вот пунктирно описана выше приведенная схема проектного финансирования, то, к сожалению, пока в этом законодательстве наша проектная компания, специальное общество проектного финансирования, лишена возможности финансироваться за счет банковских кредитов. Напомню, что в международной практике 80% проектного финансирования за счет синдицированных кредитов финансируются, и только 20% за счет выпуска облигаций. У нас была сделана такая интересная ставка. Давайте еще, словно говоря, на уровне разметки территории сразу выпускать облигации. Еще даже котлована нету, не то, что какого-то действующего предприятия. Ну вот, похоже, что такая схема и обнаруживает сложность реализации проекта. Никакой гибкости отсюда. Вот мы, собственно, и реализуем один проект из пяти возможных, то, что за рубежом реализуется путем выпуска облигаций. Вот такое расширение возможностей для общества проектного финансирования, конечно, надо предусматривать в законе. Опять же, в мировой практике проектная компания – это полноценно действующее операционное предприятие. Оно нанимает, соответственно, кадры, оно, собственно, реализует проект. Пока в рамках действующего российского законодательства проектная компания – это какой-то финансовый предаток, который выпускает облигации и дальше отправляет деньги куда-то операционной компании. Таким образом, схема многократно усложняется. Еще один, казалось бы, технический вопрос, но важный, юридические компании нам подтверждают. То есть, предположим, что проект успешно реализовался, через 10 лет все облигации погашены, или кредиты – вопрос. У нас образуется обычная операционная деятельность, обычной компании, владеющей заводиком, но при этом она продолжает сохранять статус общества проектного финансирования. Законодательство никак не говорит, как теперь превратить его в обычное общество с ограниченной ответственностью либо акционерное общество. То есть, вот этот вот недодуманный эффект завершения проектного финансирования, когда все хорошо, ну вот он как ни был разрешен в законе 379 ФЗ, напомню, в 2014 году принято. И так до сих пор эта ситуация не урегулирована. Еще более технические вопросы, связанные с упрощением процедуры эмиссии облигаций. Но еще раз, я бы не хотел на них останавливаться, потому что еще раз подчеркну, главная, на мой взгляд, недоделка законодательства состоит в том, что проектная компания, вопреки традиционной западной технологии, лишена возможности финансироваться банковскими кредитами. А как раз-то облигациями может. Поэтому надо сначала разрешить главную, мне кажется, проблему, а потом уже думать над тем, как бы еще нам расширить возможности по выпуску облигаций. И тут мы даже общались в рамках рабочей группы с коллегами из Центрального банка. Вот им так нравятся облигации, у них программа бандизации. Поэтому они как раз больше думали, как я увидел, над вопросами упрощения выпуска облигаций. Там есть такая возможность программу эмиссии облигаций, привязать к этому обществу проектного финансирования. То есть теоретически украшательством можно заниматься сколько угодно, но вот по внутреннему ощущению банкиров, это вот скорее такое украшение над механизмом, который пока работает очень слабо, а нужно делать главные, устранить главные недоделки. Следующий слайд связан... Следующий слайд, пожалуйста. связан как раз-то с другим ключевым опасением банков. И вот эта тема лежит даже далеко за рамками проектного финансирования, но при кредитовании долгосрочных проектов, коими являются проекты строительства такого, инвестиционной активностью, является длительный срок их реализации. А теперь краткая справка. Что у нас происходило в последние 10 лет с законодательством о банкротстве? Наш закон о несостоятельности кардинально менялся, посчитано в течение последних 10 лет, с регулярностью раз в 7 месяцев. То есть все, что связано с процедурами конкурсного производства, наблюдения, вносятся традиционно огромные поправки коллегами из Минэкономразвития, все они готовятся. Все это призвано вроде бы улучшить и как-то защитить то сначала больше кредиторов, потом больше заемщиков или должников, компаний. Но проблема даже не в том, в какую сторону сейчас двигаются изменения, а в том, что на протяжении 5-7 лет реализации проекта предсказать, как будет выглядеть законодательство о несостоятельности или, например, о финансовом оздоровлении этой проектной компании, или как могут производиться процедуры наблюдения в проектной вообще невозможно. Поэтому прийти к кредитору и сказать с предложением кредитовать на 7 лет вперед, мы тут же полтыкаемся на вопрос, а как у нас будут выглядеть вот в случае, если что-то пойдет не так. Процедуры реабилитации либо конкурсного производства полная правовая неопределенность в ответе на этот вопрос. Можем только сказать, что статистически за это время закон, скорее всего, будет 15 раз изменен о несостоятельности и банкротстве. И эта полная правовая неопределенность блокирует практически все долгосрочное кредитование. И вот тут сама идея общества проектного финансирования, она подсказывает очень элегантный выход. Напомню, что общество проектного финансирования в рамках закона о банкротстве, процедуры его несостоятельности описаны в специальной главе с очень большими особенностями. Во-первых, существенно ограничен перечень лиц, которые вправе подавать заявление о признании этого общества банкротом. Во-вторых, усечены некоторые процедуры банкротства. И вот после того, как в 2014 году были изменены эти рамки, вот за два с половиной года в эту специальную главу уже никто не залезал ни разу. В то время, как пять раз поменяли, условно говоря, режим банкротства обычных обществ, ограниченная ответственность, либо акционерных обществ. Поэтому с точки зрения кредиторов очень элегантным решением могло бы стать как раз вот создание такого анклава стабильности в законодательстве о банкротстве внутри вот этой специальной главы о процедуре банкротства общества проектного финансирования. Уверяю вас, даже просто вот такой вот мораторий, хотя бы пятилетний, на изменение этого регулирования очень мощно стимулировали и подтолкнуло бы проектное финансирование через идею появления вот такой организационно-правовой формы специальной инвестиционной для строительства, для реализации новых проектов, в которой законодатель отказывается вот от этого постоянного, непрогнозируемого совершенного изменения законодательства о банкротстве. Это было бы мощнейшим толчком, на мой взгляд. Но опять сейчас, поскольку у нас СОПФ описано, как некоторое лицо, которое выпускает только облигации, но вот этот специальный правовой режим, он доступен только в рамках вот этого очень ограниченного способа финансирования. Как только ему откроют возможности кредитного финансирования и операционной деятельности, вот эти возможности специального правового режима в банкротстве можно будет использовать. Сразу одну маленькую ремарку я сделаю. То есть, обратите внимание, схема и идея не работает, не сработает, если СОПФ останется просто компанией для привлечения денег, как сейчас пытаются изобразить во многих схемах. Знаете, СОПФ привлекает, а потом привлеченные деньги передает некоторые операционные компании там обществу с ограниченной ответственностью. То есть, получается, что сам СОПФ вроде бы имеет вот этот специальный режим в рамках банкротства, но при этом та компания, которая, собственно, несет все остальные риски с операционно-монтажными работами, с реализацией проекта, она подчиняется обычному режиме о банкротстве, который вот остается таким же непрогнозируемым. Поэтому ситуация с двумя проектными компаниями, одна из которых по факту в обычном режиме о банкротстве, она вот общую проблему не лечит. Поэтому еще раз две предпосылки. СОПФ должен иметь возможность кредитоваться за счет банковского кредита, и вторая, СОПФ должен иметь возможность быть операционной компанией, то есть реально реализовывать этот проект. В этой ситуации вот специальный режим банкротства, мне кажется, даст нам, ну, я не побоюсь такой оценки, 90% успеха и интереса стран долгосрочных кредиторов. Извините, именно поэтому я, может быть, так долго акцентировался на этом слайде. Следующий слайд. Теперь блок, связанный с изменением и совершенствованием банковского законодательства, да, поскольку, ну, традиционно кредиты длинные, и банки очень осторожны в части принятия лимитов, да, рисковых, на такого рода заемщиков по длинным кредитам долгосрочным, то обычно им спокойнее выступать сообща, поэтому речь должна идти в нашем понимании о мультибанковском финансировании, синдицированный кредит. Здесь, в принципе, есть хорошая новость. Минфин там практически законопроект о синдицированном кредите подготовил. В декабре в аппарат правительства внес уже четвертую редакцию, и 1 марта из правового управления администрации президента поступили очередные отрицательные замечания на этот законопроект, и он отправлен снова в Минфин. Мы снова его дорабатываем. То есть, ну, я думаю, что с пятого раза, с третьего раза, как по русским сказкам не получилось, наверное, с пятого раза мы, наконец, его доработаем. Эти вопросы будут решены, поэтому я надеюсь, что блок, связанный с банковским законом, здесь уже есть законопроект, многократно прокрученный между юристами, экономистами и финансистами, и здесь гораздо больше уже продвижений. Поэтому я позволю себе двинуться дальше. Коротко еще раз. Вот две модели синдикации важные для нас. Когда, собственно, все банки являются членами одного синдиката, это левая модель, есть банк-организатор кредита, в этом синдикате обязательно есть кредитный агент, это как раз то лицо, через которое и проходят все средства от банков-кредиторов к заемщику и движется информация. Соответственно, если что-то происходит с проектом, то кредитный агент эту информацию получает и одновременно всем банкам, соответственно, участникам синдиката ее предоставляет. И второй участник важный, поскольку у нас обязательно есть обеспечение, это управляющий залогом. Управляющий залогом, знаете, парадоксальная история, парадоксальная история. В 2014 году начали действовать поправки в гражданский кодекс, которые ввели понятие управляющего залогом, уже почти три года. Мы спрашиваем практикующих банков, используйте вот такой инструмент, можно сконструировать такое обеспечение для того, в пользу нескольких кредиторов, так, чтобы эти несколькие кредиторы имели равные права в отношении залога, предмета залога. Знаете, банки практически его не используют. То есть фокус состоит в том, что вот в гражданский кодекс помещаются какие-то изменения законодательные, и вроде бы все отчитываются, смотрите, у нас такой институт появился, как за рубежом, он называется секьюрити-трасти, практически все сделки инвестиционного финансирования без него не обходятся, поскольку нужно взять в интересах всех кредиторов вот это обеспечение. А на самом деле эти изменения повисают в воздухе. Никто не понимает, как вот эти нормы, а это полстранички текста, 356-я статья гражданского кодекса, вроде бы что-то написано, но как это положить в сложные договорные конструкции, так, чтобы избежать юридических рисков, налоговых рисков, и перед центральным банком рисков банковского надзора никто не понимает. И главное, отсутствует какой-то орган исполнительной власти, судебной власти, который мог бы взять на себя функцию, растолковать, разъяснить, принять какой-то стандарт, и условно говоря, поставить в свою печать и подпись с тем, чтобы как бы вот можно было бы потом закрыться этим документом при возникновении спорных ситуаций. И вот такой, это вот управляющий залогом, это один из примеров повисших в воздухе, но я вас, к сожалению, уверяю, что десятки вот таких изменений в законодательство, по которым вроде бы уже правительство отчиталось, и депутаты, что мы вот приняли, все улучшили, но они на самом деле висят в воздухе и на практике не применяются. Законодательство вроде бы выглядит как близкое к самым лучшим и успешным правопорядкам, а на самом деле это пока вот чисто такая бумажная правила, не вошедшая в реальную жизнь. Следующий слайд. Тонкая настройка законодательства об обеспечении. Вот это все примеры того, а есть у нас залог, как повисает в воздухе принятое в 13-14 году законодательство. То есть можно задаться вопросом, а есть у нас залог банковского счета? В 13-м году законодатель гражданский отчитался, что залог есть. А на самом деле применяется он очень случайно, очень частных образов, потому что вот счет не может быть расчетным. Это необычный счет компании, на который поступают выручка и который интересен залогодержателю, кредителю. А должен создаваться некоторый специальный залоговый счет, на него надо каким-то специальным образом перечислять деньги, по сути замораживать, никакого оборота по этому счету нету, поэтому в очень ограниченных специальных случаях работает в России залог банковского счета. А залог банковского вклада до сих пор вообще не работает. А залог всего имущества, который при проектном финансировании, который является ключевой концепцией, да, он вообще отсутствует. При этом, знаете, парадоксально, если кто-то помнит дискуссии 13-го года, когда у нас авторы гражданского кодекса говорили, вот банкиры, лоббисты, понудили нас, гражданский кодекс, включить такую норму о залоге всего имущества. У нас же через полгода сейчас все банки, все имущество должников приберут к себе в качестве залога. Вообще нету таких договоров, да, никто не понимает, как это использовать, даже в тех очень специальных случаях проектного финансирования, когда это абсолютно оправданно и чрезвычайно нужно. И с другой стороны есть огромное количество бессмысленных и очень затратных искажений. Вот это пример еще раз я приведу, я не могу на нем. Залоговых реестров. В сфере залога движимого имущества у нас создано аж три. То есть у нас было такое желание, чтобы кредиторы обезопасить и чтобы они видели, что же у заемщика заложено, что, например, при залоге движимого имущества товаров в обороте. У нас есть нотариальный реестр уведомлений о залоге движимого имущества, нужно нотариусам соответствующие уведомления отправлять. Дальше у нас есть специальный реестр, который ведет интерфакс в рамках законной регистрации юридических лиц, он, соответственно, фигурирует факты деятельности юридического лица и нужно туда отправить информацию о том, что юридическое лицо передало эти товары в обороте, в залог. Да еще это же юридическое лицо должно вести книгу залогов. И все это на самом деле стоит денег с одной стороны. И самое смешное, что отсюда возникает только большая правовая неопределенность, потому что если у нас есть три реестра, то на самом деле у нас есть восемь возможностей. Условно говоря, когда залог не попал ни в один реестр, когда он попал в какой-то один, когда он попал в какие-то два, и какие же будут правовые последствия у нас от попадания этого залога в разные реестры. Задайте вопрос любому юристу, он разведет плечами. То есть понаписали каких-то норм о залоге, а при этом нормы совершенно бессмысленные, речь идет только о том, чтобы собственно обеспечить денежный поток, но не по проектному финансированию, а в сторону нотариусов и в сторону специального реестра интерфакса. Но это отдельная история, как такие законы принимаются. Следующий слайд. Теперь самое важное, да, самое важное, блок, связанный с проденциальным банковским регулированием. Вот знаете, вроде бы его оставляют на закуску, но вы сейчас увидите, что вот все те вопросы законодательства, причем разных сфер законодательства, в блоке проденциального банковского регулирования, они все отражаются и преломляются, как в капле воды, если это правильное проденциальное регулирование. Сейчас свои мысли поясню. Значит, здесь нас интересует, ну вот, самое простое и самое очевидное, три фрагмента. Первое, это пресловутая достаточность банковского капитала. Напомню, что если банк кредитует проектную компанию, значит, у него возникает актив на балансе, этот актив необходимо взвесить с некоторым коэффициентом риска, стандартный коэффициент 100%, и потом поделить это все, вот эту сумму активов с коэффициентом на размер банковского капитала. Вот фокус состоит в том, что в действующем регулировании мы с вами увидим, вот эти коэффициенты риска для проектного финансирования риск завышен. Второй сюжет связан с 254-м положением о порядке формирования резервов. Дальше банк должен в каждом конкретном кредите оценить, а какую же долю кредита он на самом деле среднестатистически теряет. Сразу сформировать резерв, то есть по сути вычесть вот это оценочную величину сразу из своего капитала и таким образом уменьшить капитал. Ну если вы посмотрите, то это 70% случаев, когда были отозваны лицензии у банков в течение трех лет. То есть резервы это вообще очень чувствительная для банков история. И наконец 312 положение, которое регулирует процедуру рефинансирования банков под рыночные активы, под судную задолженность. Речь идет о том, чтобы при необходимости банк мог этот долгосрочный 70-летний кредит превратить в ликвидность, передав его в залог центральному банку и получив какую-то живую ликвидность. Вот по нашему внутреннему ощущению, то что произошло сейчас например в Татарии, значительно часть банков попала просто в кризис ликвидности. Невозможно быстро превратить неликвидные кредиты в деньги, а при этом надо рассчитываться складчиками, которые набегают. Поэтому для банков конечно вопрос связанный с рефинансированием тоже является одним из острейших. Следующий слайд. Теперь еще раз я повторю, я его приводил этот слайд. То есть мы сравниваем как же у нас регулируется проектное финансирование вот в части банковского проденциального регулирования в России и за рубежом. И вот из трех подходов, которые есть у любого западного банка. Базаль-2 предоставляет возможность по большому счету двух подходов, но на основе внутренних рейтингов. То есть используя этот подход банк собственно должен найти два показателя. Какой же резерв сформировать, то есть сколько ему нужно вычесть из капитала и с каким коэффициентом ему необходимо взвешивать соответствующий кредит. И вот подход на основе внутренних рейтингов, он более точный, он более тонкий, он позволяет точнее рассчитать соответствующие требования. Ну и они как правило оказываются меньше. А дальше есть стандартизированный очень грубый подход, а есть совсем грубый кондовый подход, упрощенный стандартизированный. И только вот этим кондовым упрощенным стандартизированным подходом на сегодняшний день вправе пользоваться российские банки по тем инструкциям 139 и 254 П, если они хотят рассчитывать коэффициенты риска и соответственно резервы. Таким образом изначально банки загнаны в такое прокрустовое ложе самого кондового подхода. Вот, а теперь давайте посмотрим следующий слайд. Мы их быстро пролистаем. Вот, вот, я сейчас по команде, да, я извиняюсь за английский язык, я просто поясню вам, что это такое. А вот правило базаль 2, которое мы вроде бы внедрили, которое вот в приложении 6 содержит огромную систему, систему оценки качества проектного финансирования в рамках подхода основанного на внутренних рейтингах. Вот, посмотрите, вот в вертикальные столбцы вводятся уровни качества для рисков проектного финансирования. То есть, как бы риск проектного финансирования это ситуация, когда банк выдал кредит. То есть, соответственно, качество сильное, хорошее, удовлетворительное и слабое. И дальше есть некоторое качественное описание. А слева по строчкам вы увидите собственно вот те критерии рисков, да, то есть сначала оценивается как финансовое качество самого проекта, оцениваются рыночные условия, оцениваются финансовые ковенанты, то есть, по сути, некоторые финансовые показатели, проводится стресс-анализ проекта. Дальше мы смотрели там было финансовое качество, теперь политическое и юридическое окружение. Вот в части как раз юридических условий предпосылов здесь у нас все слабое, 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 да, если посмотреть, дальше прокручиваем, да, дальше соответственно характеристики самой операции, самой структуры проектного финансирования, соответственно, дизайн и технологические риски, риски строительно-монтажных работ. Следующий слайд. это операционные риски, риски связанные с реализацией продукции, следующий слайд, риски связанные с поставщиками, и дальше, собственно, идет оценка качества финансового спонсора, да, и последний, вы видите, блок связанный как раз с обеспечением. Вот это же никто ничего не придумал, это базальский стандарт базалья 2, который был принят и утвержден в 2006 году. Центральный банк прекрасно знает этот документ, обратите внимание, и, конечно же, любой банк, который оценивает внутри себя проектное финансируется, ну, все реальные практики пользуются такого рода структурированным подходом. Другое дело, что это получается, что вроде бы банковские практики это знают, но в документах Центрального банка это не закреплено, поэтому это повисает в воздухе, мы приходим в Центральный банк с рассказом, ну, вот, есть нормальная методика оценки проектного финансирования, а Центральный банк говорит, извините, мы ничего не видим, не знаем, не понимаем, да, в то же самое время он уже отчитался у нас о том, что базаль 3 мы внедрили, базаль 2, мы быстрее всех в мире внедрили базаль 3, возникает опять какая-то ситуация самообмана, да, вот в части проектного финансирования все написано еще 10 лет назад, но для нас это как будто 3 минуты, да, как будто бы неизвестная сущность. Следующий слайд, это все продолжение оценки залогов, поручительств и гарантий, все, что связано с качеством обеспечения, то есть, обратите внимание, еще раз, я вам сказал, что в пруденциальном регулировании, по сути, все те же самые требования, которые должны были быть закреплены на уровне законодательства, они вот здесь должны еще раз быть перепроверены и превратиться в две цифры, да, в два числа. Первое, коэффициент риска, и это уже математика, и размер резервов, но после вот такой глубокой проработки. Следующий слайд. А на самом деле, если посмотреть, то тот же базальский комитет проверяет российский центральный банк на соответствие базалью, и вот год назад он устанавливает, что на самом деле российские правила являются даже более строгими, чем те самые строгие правила упрощенного подхода, установленные в базаль, да, то есть российский банк настолько, центральный банк настолько перестраховывается, зажимая все возможности для кредита, что он закручивает и там, где, собственно, базаль разрешает. Следующий слайд. Теперь давайте посмотрим внимательнее на резервы по судам. Вот эта история важная, поскольку это прямой вычет из капитала, да, прямой вычет из капитала. Вы знаете, тут еще раз я хотел сделать акцент на том, что базальские правила резервы на возможные потери по судам не регулируют, что вот это положение 254-е является исключительно изобретением российского центрального банка. Поэтому все те ограничения, которые ставят барьеры на пути инвестиционного кредитования и кредитов, предоставленные проектом компании, они никак не связаны с действующими базальскими запретами. Если вам кто-то вот говорит про то, что что-то в 254-м постоложении противоречит базаль, значит, он вас обманывает. И давайте, то есть все вот эти барьеры являются рукотворным изобретением центрального банка. Рукотворный. Давайте посмотрим на конкретные такие барьеры. Следующий слайд. Следующий слайд. А вот один из конкретных примеров формирования рекультуры относится конкретно к проектному финансированию. Мы строим завод в течение трех лет. И мы верим, что через три года только этот завод начнет выпускать продукцию. Очевидно, что мы сможем обслуживать наш кредит, ну так вот, по экономике, только через три года. Вот вы можете смотреть. И вот он рукотворное изобретение. Значит, у нас если более трех лет заемщик, кредитор не получает процентов, то он должен сформировать резерв в размере 25%. То есть он должен сразу 25% из кредита вычесть из своего капитала. Напомню, что еще раз уменьшение капитала банка, в том числе до отрицательных значений, это сейчас основной путь к уходу рынка, выбрасыванию с рынка отзыву лицензии. Вот это вот исключительно откуда это взял? Ну вот так вот изобрел центральный банк. Вот есть такое требование к резервам, это означает, что либо нужно изобретать какой-то источник выплаты процентов банку в ситуации, когда вы еще только копаете котлован и строите основное здание нового цеха, либо вы просто ничего не можете реализовать, ничего построить. Но, но, и вот тут есть, дальше вверх, если вы отмотаете, но дальше у нас есть возможность использовать обеспечение для уменьшения резервов. Вот я взял 254 положение и там есть всевозможные факторы, вот посмотрите, их слева 9, которые с точки зрения центрального банка могут вам уменьшить размер резервов. Это такие палочки-выручалочки, но я бы проще назвал это индульгенциями. И вот единственный фактор, если вы посмотрите в проектном финансировании, работает, это фактор суверена. То есть если вам суверен, Российская Федерация предоставляет гарантию, то центральный банк смотрит на Базель и говорит, да, в этой ситуации Базель разрешает закрыть глаза на формирование резервов. И после этого вам ничего больше не надо. Вот эта палочка-выручалочка индульгенция, говорит, знаете, у меня есть банковская гарантия, и все, что выше изложил товарищ Иванов про совершенствование законодательства, про дуциальное регулирование, это уже не важно. Следующий слайд и следующий. Почему? А потому, что у нас дальше в нормативных актах центрального банка говорится, что вот это банк-государственная гарантия является обеспечением первой категории качества. Есть у вас на 100% государственная гарантия, у вас могут быть резервы равны нулю. Есть у вас государственная гарантия, у вас коэффициент взвешивания кредита тоже равен нулю. И больше центральный банк ничего не спрашивает. А дальше возникает и вот наш единственный ответ проектному финансированию. Ничего вот по той программе, которая изложена, не делалась в последние годы никем, либо делалась чисто формально и повисала в воздухе. Единственным ответом были постановления правительства о навешивании государственных гарантий на те либо иные проекты. Поэтому вот вся наша деятельность в сфере инвестиционного кредитования сводится беганию по кабинетам и выбиванию тех или новых постановлений, либо изменений в действующие постановления. То есть при всем уважении к тому, что работает, конечно же это тупиковый путь. Что такое государственная гарантия? Это закон о бюджете, в котором приложением принимается программа государственных заимствований в валюте и в рублях. То есть вдумайтесь в постановку задачи. Вместо того, чтобы думать о строительстве заводов, развитии промышленности и промышленной политики, вся деятельность сводится к тому, чтобы бегать вокруг бюджета и Минфина с выбиванием государственных гарантий. Соответственно все это уходит в совершенно другое пространство, в все деятельности в сфере проектного финансирования. При том, что это государственная гарантия на самом деле принимается на уровне решения министра дальше постановления правительства и всех этих межправительственных групп, а проект-то может иметь сугубо региональное значение и невозможно из Москвы теперь реализовывать какие-то средние региональные проекты масштаба, которые при правильном и развитом законодательстве опишены выше, вполне могли бы реализовываться на региональном уровне с качественной и полноценной оценкой риск. Но еще раз я повторяю, как в капле воды вот эта парадоксальная нездоровая ситуация подмены комплексного совершенствования законодательства вот на эту индульгенцию в виде банковской гарантии, она видна именно сквозь призму проденциального банковского регулирования, когда надо посчитать резервы и коэффициент риска. Есть гарантия 0-0, нет гарантии, это 150% и 25% капитала все, никакой экономики в таком проектном финансировании без госгарантий просто нету в природе, нету в природе. Поэтому вот мне кажется, знаете, я бы вас отправил бы исторически, исторически, в 16 век, вот весь процесс реформации как бы начин был лютером как борьба против индульгенции, доказывая, что вот индульгенция и госгарантия это не выход из положения, это вот неправильный путь. То, что началось называется реформация. Вот мы ровно за то же самое, нет индульгенции до реформации полноценного банковского законодательства. Следующий слайд. А теперь еще один концептуальный подход. Значит, если мы говорим до информации, реформации, смотрите, в какой сложной ситуации мы оказываемся с точки зрения центрального банка и с точки зрения банкиров. Мы с вами должны стать срочно оптимистами и заставить центральный банк быть оптимистами и посмотреть на мир, ну, по крайней мере, не сквозь затемненные очки. В чем проблема? Проблема состоит в том, что на сегодняшний день главная концепция оценки резервов. То есть центральный банк приходит к банкирам и говорит, вот вы строите новый завод, вот такой уникальный, а посчитайте нам, пожалуйста, резервы по вот в этой блоке этого проектного финансирования среднестатистически сколько вы теряли на реализации таких проектов в последние 10 лет. Мы говорим, извинить, в Российской Федерации таких заводов вообще не строились, такие все проекты вот по созданию, не все являются новыми, поэтому никакие ожидаемые кредитные потери, то еще на основе оценки ретроспективных данных оценить невозможно. Есть один, может, банк Российской Федерации, Сбербанк, который просто в силу своего объема, на самом деле в силу объема полученных государственных гарантий, уже реализовал какие-то проекты в разных отраслях разного качества последние лет 10, и он как-то очень приблизительно сказал, знаете, я уже, может быть, в этой отрасли два проекта реализовал, и какие-то ожидаемые потери могу оценить, но, конечно же, они даже не будут никакими среднестатистическими и верифицируемые. Два проекта это еще не статистика. Поэтому получается, что все те уникальные проекты в сфере проектного финансирования, которые мы будем реализовывать, мы должны либо заранее концептуально оценивать как успешные и попытаться в рамках этих пилотов подходить к ним как к проектам с низкими ожидаемыми кредитными потерями. Но обратите внимание, это будет вопрос веры. Я не случайно начал про реформацию. У нас нету никакой статистики в сфере проектного финансирования. Центральный банк рассказывает, вот они все завалены цифрами, они вот это считают, вот это считают, включая те 3%, как бы они тоже посчитали инвестиционно. Говорят, вот у нас статистики, вы нам покажите статистику и оцените размер резервов. И вот фокус состоит в том, что, к сожалению, мы либо верим успех проектного финансирования. И тогда мы можем реализовать какое-то количество проектов и считать, что у нас в наших моделях ожидаемых кредитных потерь они будут небольшими, наши проекты будут успешными, и мы будем убеждать Центральный банк, что резервы были ближе к нулю, чем к 25% в этих проектах. В противном случае ни одного проекта не будет, и мы даже никакой статистики не накопим. Парадокс. А если мы не верим, то мы ничего не реализуем, и у нас с мертвой точки вообще ничего не сдвигается. Вот парадокс веры. Верю, не верю, и на сегодняшний день Центральный банк пока всем своим регулированием говорит, не верю вообще никак, поэтому никакой экономики сделать невозможно. Следующий блок, следующий, последний слайд, я заканчиваю. А теперь, вот в моем понимании, конечно же, вопрос веры, это слишком слабая тема, необходим какой-то механизм, как бы эту веру можно было бы реализовать, найти какой-то компромисс. Вот в моем понимании, конечно же, необходимо вернуться к какой-то более активной роли институтов развития. То есть, наверное, было бы неправильным считать, что у нас теперь правительство будет оценивать качественно каждый проект в сфере проектного финансирования, включая региональный. Значит, у нас должна быть более активная роль института развития того же внешэкономбанка, не знаю, вот фонды развития промышленности, у него, наверное, не получается пока в сфере тех объемов, которые у него на проекты выделяются, да, но если у нас появляется внешэкономбанк в качестве какого-то потенциального эксперта в области качества проектов, то тогда гарантиям внешэкономбанка, ну, давайте так, я бы выразился мягче, института развития, мы же специально создали институты развития, и там, скажем, государству или правительству виднее, какой институт развития использовать, да, но очевидно, что тогда его гарантии или его поручительства в зависимости от юридической формы, либо залоговый фонд, если у него есть, должны были бы использоваться как обеспечение в институте, в механизмах проектного финансирования для первых проектов, для накопления статистики, сами же эти гарантии и поручительства должны были бы использоваться для уменьшения коэффициента взвешивания активов, коэффициента риска при расчете достаточного банковского капитала, и тогда мы действительно увидим какие-то региональные и федеральные проекты разного масштаба, и сможем, значит, в разных индустриях, отраслях, и сможем накапливать какую-то статистику, да, но для этого, чтобы опять это все-таки развивалось на какой-то системной основе, нужны комплексные изменения законодательства, было бы обидно, если бы теперь гарантия этого института развития превратилась бы в такую же индульгенцию, как и на текущий момент государственная гарантия, это было бы такой вот скорее путь в неправильном направлении, но при совершенствовании всего остального блока законодательства, вот ответом центральному банку могла бы быть вот эта экспертиза, подкрепленная гарантией, которая в пруденциальном банковском регулировании бы признавалась. И последний слайд. А в принципе, конечно, нужно глубже смотреть на разные механизмы государственной поддержки, я вот их здесь разделил на инструментальные и институциональные, да, у нас много разных механизмов государственной поддержки, и даже комплексный механизм господдержки, как раз упоминаем в 10.44 постановлении правительства реализован, у нас там есть и госгарантия, вот инструмент, инструментальный механизм, да, у нас там есть и институциональный механизм, центральный банк приходит, дает дешевые деньги, там, да, рефинансирование в этой части, то есть завязанная на центральный банк, у нас там завязаны институты развития, те или иные, но пока, комплексно говоря, в общем, очень мало инструментальных, институциональных механизмов, как раз действуют и заточены под проектное финансирование, да, это все происходит, я говорю, спорадически и скорее вот используют такие палочки-выручалочки индульгенции, для всего этого. Все, спасибо, все впал на время. Николай Михайлович за интереснейший доклад, не хотел прерывать, хотя и вы, конечно, сильно перебрали регламент, он получил слегка теологический, но в нашей стране, наверное, вполне, вполне нормально. Так, уважаемые коллеги, какие вопросы? Пока еще свяжу в памяти вопросов нет. Тогда пойдем дальше. Слово предоставляется, наверное, Николай Николаевичу Силину для начала членов Совета по инвестиционной политике, потом приготовится Григорий Заревич. Пожалуйста. Ну, у меня традиционный дисклеймер, что я это только Да, да, он просто член Совета. Я во многом согласен с тем, что изложил Олег Михайлович, и, собственно, когда я создал проектный офис МСП Банка, проблемы 254-го положения ЦБ, они были одним из ключевых. Причем, не только с точки зрения, собственно, процедуры кредитного финансирования, но и с точки зрения обеспечения, которое принимало сего внимания центральным банком, а поскольку на тот момент проблема была финансирования инновационных проектов, ключевой проблемой стало отсутствие оценки интеллектуальной собственности и возможности использования интеллектуальной собственности как залога. Но сейчас, став на другую сторону, я понимаю, собственно, проблемы, то есть с точки зрения центрального банка и в чем он видит для себя проблему. Но если говорить о ситуации с отзывом лицензии, вопрос даже не в том, сколько там банк потерял лицензии, а в том, что в конце прошлого года центральный банк вынужден был увеличить кредит агентство страхования вкладов до 820 миллиардов рублей. При этом, собственно, отчисление банков в агентстве страхования вкладов в год это примерно 100 миллиардов рублей. То есть размер дыры, который возникает в банках и который вынуждены ликвидировать сейчас, он как раз показывает основание недоверия к внутренним процедурам, потому что практически каждый раз, когда вскрывается и отзывается лицензия, в очередной раз выясняется, что банковская отчетность недостоверна, что дыра в капитале там под 100 миллиардов и, соответственно, в этих условиях просто понятно, что позиция надзора естественно максимально закрутить гайки. С другой стороны, когда тут совершенно правильно была поднята проблема экспертизы проектов, но я бы не рассматривал, честно говоря, внешнеэкономбанк как центр, который обладает какими-то качествами экспертизы проектов, потому что сам выступал в роли эксперта Всемирного банка, внешнеэкономбанка, когда ему поступали крупные проекты. Поэтому здесь еще, кроме того, в ближайшее время у нас может быть проблема, которая очень сильно окажет влияние именно на качество экспертизы, это вот когда вскроются региональные боевые инвестиционные фонды, особо рисковых венчурных инвестиций. Их у нас 22, созданных при поддержке Минэкономразвития. И, судя по отчетности, ситуация там крайне плачевная. Поэтому это будет там дополнительным камешком, к сожалению, в представлении о том, что нормальной проектной экспертизы как не было, так и нет. И хотя сейчас у нас российская венчурная компания, она на следующей неделе, по-моему, как раз планирует проведение своего большого заседания и рассчитывает на то, что она сможет привлечь дополнительные средства, ориентируясь на средства пенсионных фондов, это пока фантазия на самом деле. То есть мало вероятно, что центральный банк на это пойдет. при этом пенсионные фонды, которые могли бы рассматриваться как источник долгосрочных средств для проектного финансирования, они ручей поступления туда перекрыт уже несколько лет, то есть потери порядка триллиона и в этих условиях тоже говорить об этом тяжело. То есть надо просто рассматривать ситуацию в комплексе, рассматривать различные источники финансирования проекта, не только банковские кредиты. что же с моей точки зрения имеет смысл очень коротко попробовать все-таки делать. Но направление уже мы неоднократно обсуждали, и Антон Викторович его в документах заявлял, это фактически попытка создать в России что-то типа аналога закона Глаза-Стигала для того, чтобы разделить банки на универсальные инвестиционные. Я не буду на этом останавливаться, мы это неоднократно обсуждали. Вторая тема это вот как раз вовлечение в оборот интеллектуальной собственности, потому что даже на уровне, на начальной стадии проекта любое СПВ, любое проект общества, оно обладает интеллектуальной собственностью. И только эта интеллектуальная собственность зачастую не оформлена, никак не оценена, не отнесена там на четвертый счет и так далее и тому подобное, поэтому ее использование в качестве обеспечения или там создание собственности этого проекта, оно пока затруднено. что касается возможностей и анализа собственно препятствий, которые на законодательном уровне возникают, то здесь была прекрасно изложена картина со стороны законодательства, но проблема заключается не только в этом. Собственно, мы сейчас готовим некое свое положение о создании регуляторной песочницы сэндбокс для того, чтобы тестировать финтех-проекты, которые выходят за рамки собственно даже регулирования. И мы сталкиваемся с ситуацией, когда проблема существует как бы на четырех уровнях. То есть первый уровень это когда есть прямой запрет законодательства, который можно как-то изменить, отменить, но это длительная процедура. Второй уровень это когда прямого запрета нет, но нет и прямого разрешения. К сожалению, у нас не действует принцип все, что не запрещено, разрешено. И соответственно здесь требуется несколько иной подход. Третий уровень это когда сопротивление идет на уровне противоречия между подзаконными актами, нормативами. Ну вот наглядный пример, чтобы было понятно, ЦБ в последнее время достаточно активно двигалась в сторону цифрового, развития цифрового взаимодействия на финансовом рынке. там, но например, даже брать нашу дорожную карту по развитию электронного взаимодействия. Одна из ключевых проблем это использование электронных документов. Но электронный документ утрачивает фактически свою легитимность переходя в архив. Срок действия сертификата электронной подписи один год. Соответственно он ушел в архив и все. и после этого непонятно какая юридическая значимость этого документа. Мало того, мы столкнулись в практике даже с такими проблемами, когда нотариат говорит, что подписан электронной подписью архив, если не подписаны вложенные документы, он не может восприниматься как юридически значимый электронный документ. То есть сумбур вместо музыки и полный раздрайв в головах. И четвертый уровень это когда собственно бизнес-практика несмотря на наличие соответствующих нормативных документов, она все равно ему противоречит. Здесь можно сколько угодно кивать к сторону того же Росреестра, который активно не использует систему межведомственного электронного взаимодействия. Следующая проблема, я уже начал об этом говорить, это проблема экспертизы проектов. К сожалению, здесь действительно во многом вопрос веры. То есть мы какую бы замечательную экспертизу мы не назначали для проекта, это всегда некое предположение и никто не может предсказать изменение условий, в которых будет реализован этот проект. Здесь вопрос заключается именно в разделении рисков, то есть и страховании этих инвестиций. Мы не сможем никогда, ни при каких обстоятельствах быть 100% уверены, что он сможет быть осуществлен. Некой дополнительной гарантией является то, что надо в конце концов использовать те механизмы, которые связаны с сертификацией проектного управления, в конце концов уже и появился стандарт ИЗО 21500 и есть российские стандарты по проектному управлению, надо, чтобы хотя бы люди, которые находятся в управленной компанией или имели в своем штате специалистов или были сертификаты и сами проекты были созданы исходя из стандартов. Это позволит хотя бы в первом приближении избавиться от фантазии. И последнее это все-таки наверное на промежуточный период нужно все-таки более активно заниматься даже не федеральными гарантиями, а развивать механизмы гарантирования корпораций МСП. В конце концов выдавая, сейчас я всегда выступал против этого механизма выдачи гарантий по выигранным контрактам государственным, но как ни странно, там излишнее звено, оно в общем-то может быть обращено в пользу, потому что банки научились оперативно выдавать гарантии. И таким образом может быть с развитием финтеха, сейчас банк России будет активно смотреть в сторону использования множественности факторов при оценке ситуации в финансовых учреждениях, привлечении элементов бигдата, внедрения роботизированного отзора и так далее и тому подобное. Это позволит несколько раскачать ситуацию и вовлечь вот этот множественный спектр информации, инструментов для того, чтобы оценивать в том числе и проектные риски. Спасибо. Спасибо большое, Николай Николаевич. Это правда, зачастую наличие некоторого механических, может быть, даже работающего государственной какой-то структуры начинает активно стимулировать частных рыночных агентов, конкурирующих с ней, на более эффективную работу. Точно так же, как в общем, мы никогда не являлись противниками создания, может быть, двух каких-нибудь государственных структур на одном и том же рынке, казалось бы, не дублируют, на самом деле они порождают конкуренцию. И вся история в общем свидетельствует, что очень часто это приводило на пользу, то есть там, скажем, конкуренция государственных самолетостроительных КБ, конкуренция государственных банков, теперь вот у нас порядка от 30 до 36 государственных институтов развития по разным оценкам, мой список это 30 плюс 5, где там 36-й затерялся, который в списке счетной палаты, я пока не понимаю, пушать их не получил, этого списка, да, я не нашел 36-го, но вот, да, что это такое, хотя в список 35 я включил, скажем, фонд, который специально для оборонных дел в Минпромторге создан, но тем не менее происшествие не ясен. Я к тому, что в общем действительно и вот из доклада Олега Михайловича следует, параллельно изменяет, и надо изменять и законодательство так, чтобы проектное финансирование работало без какого-либо участия государства, для этого придется поменять вот некоторые законные акты Центрального банка, наверное и постановления правительства, вот, но это не значит, что надо совсем бросать индульгенции, если индульгенции работают, в том числе порождают определенное сопротивление, вот это сопротивление тоже очень полезно для общего процесса, оно быстро оздоравливает, так что таким индульгенциям мы, конечно же, относим институты развития, которые порождают в следующий уровень уже вот как бы псевдогосударственных гарантий, но у нас правда не очень много гарантирующих институтов, действительно корпорации, МСП, фонд моногородов, скажем, фонд развития промышленности не выдает гарантии, целый ряд региональных фондов также не выдает гарантии, почти все, по-моему, вообще все инновационные фонды типа Сколкова тоже. Ну, региональные фонды это те региональные фонды, а в данном случае я имел ввиду такие, как фонд развития Северного Кахказа, фонд развития Дальнего Востока, ну, там и фонд, есть и корпорация, и это отдельные институты развития, часть просто них относится в системе ВЭБа, внешне экономбанка, а части относятся вот совершенно отдельные такие институты развития, а региональные гарантирующие организации, гарантийные фонды, вот они действительно ушли под корпорацию. При этом фонд развития многоградов совершенно самостоятельная структура, тоже под ВЭБом, кстати, так чисто формально, но все равно. Вот, таким образом, я бы двигался здесь двумя направлениями, я бы там, где есть ограничения по мандату государственных институтов развития в части поддержки проектного финансирования, посмотрел бы серьезно возможность снять этого мандата, то есть, условно, развитие процесса выдачи индульгенций, а с другой стороны, совершенно поддерживая Олега Михайловича, надо, конечно, сделать вот эти базовые изменения в закон и в правила ЦБ различные. Уважаемые коллеги, мне надо двигаться, поскольку сейчас будет проходить общественный совет Минпромторга по председательству министра, а я там председатель этого совета. Но, думаю, что Владимир Джиганза завершит сегодняшнее наше заседание совместное, вот, а я откланиваюсь, спасибо. Я постараюсь справиться с возложенной на меня миссией. Спасибо, Григорий Заревич. В связи с этим я и хочу предоставить вам слово следующим компаниям Еврофинансов. Пожалуйста. Коллеги, наше радостное заседание констатирует, конечно, тяжелое состояние дел с проектным финансированием нашей любимой стране. Хотелось бы немножко добавить красок в это ощущение, но в силу последнего, например, дела, которым занимается наша корпорация и силу там моего положения как руководителя одного из агентств развития Калининградской области. Мы сейчас занимаемся в связи с приходом нового, самого молодого губернатора в стране к задачи реформирования региона подробным анализом ситуации где, куда, зачем и как. В связи с этим ну, просто пару или тройку там обстоятельств. регион особый на протяжении последних 20 лет менялось законодательство с интенсивностью кардинально скажем так влияющие на специфику деятельности предприятия и всего хозяйственного механизма порядка восьми раз. Это считая крупные законодательные акты начиная с указа президента постановления правительства касающихся персонально хозяйственного механизма или законов. закона регулирующая деятельность Калининградской области было три сейчас четвертой на повестке меня за это время. Понятно, что это чрезвычайно сложные условия, которые постоянно меняются и не от тех обстоятельств, которые регулируют может быть остальные регионы в целом в стране, во многом зависят от законодательства окружения, поскольку это единственный склавный регион в нашей стране, который отделяет две границы от нашей основной территории. территории. Ну и сейчас после введения последних законодательных актов, связанных с завершением деятельности режима закона об особой экономической зоне 1996 года по свободной таможенной зоне и режиме обращения товаров были отменены льготы в 2016 году и где-то порядка 100 с лишним тысяч субъектов предпринимательской деятельности, которые были заняты в этом направлении и пользовались этими льготами, перешли в механизм получения субсидий со стороны государства, доказывающих в своем производстве или оказании услуг использования старого механизма. И получается так, что на сегодняшний момент воспользоваться этими услугами могут только 10 головных предприятий, которые с оборотом больше 10 миллиардов рублей, которые являются основными потребителями. 85% субсидий потребляют они. Создали специальные департаменты, которые обслуживают это дело. А более 75 тысяч субъектов среднего и малого предпринимательства для них это просто недоступно. Находясь в неконкурентных условиях, которые постоянно требуются совершенно мощное переперпелирование региона на оказание услуг и производство товаров с высокой интеллектуальной добавленной стоимостью, с высоким переделом и с минимальными затратами на материалы, сырье и комплектующие, поскольку здесь составляющая транспортная и таможенная регулярная полностью пожирает эти издержки и делает неконкурентными с предприятиями в особо экономических зонах в стране. В связи с этим, конечно, требуется мощный инвестиционный рывок, который позволит создать платформу для изменения профиля региона и создание новых сервисов и новых производств, которые для этого нужны. Конечно, без проектного финансирования в этом вопросе именно в высокой степени связанных с обеспечением каких-то технологий интеллектуальных практически невозможно обойтись. и вот вы рисуете картину по стране нормативных ограничений, которые существуют в состоянии банков, мы анализируем ситуацию и происходит такая ситуация, что, например, по всем документам стратегического планирования приоритетные программы и проекты содержат объем инвестиционных средств, которые требуются для решения этих задач, мы подсчитали. Вот действующие на сегодняшний момент 32 миллиарда долларов. Все стратегии, все программы 32 миллиарда долларов. Инвестиционный пул, который ежегодно осваивается на сегодняшний момент, составляет 8 миллиардов рублей, включая федеральные источники, включая привлечение инвестиций частных, корпоративных, участие институтов развития, решения вопросов региональных. При этом среда сама из 38 существующих 5 лет назад банков и финансовых структур, находящихся на территории региона, сейчас осталось только 15 филиалов крупнейших банков центральных. Из них, да, региональных банков последние, почему в Бозе в прошлом году, их просто не существует. По нашим оценкам, да, мандаты этих банков с точки зрения принятия решений на месте по финансированию сокращены до предела. Фактически любой проект обрабатывается в центральном офисе, на самом деле эти фронт-офисы, этих банков в виде филиалов практически не осуществляют самостоятельного финансирования проектов, просто выдача кредитов ограничена. Деятельность федеральных институтов развития на территории области ограничена крайне. Практически ни одного кредита фонда развития промышленности, ни одного проекта внешне эконом-банка, минимальное количество по четырем или пяти полномоченных банков, которые идут в сфере кредитования малого бизнеса и так далее. То есть съемка финансовой среды сужена до предела. И вопрос как бы сейчас налаживания всех инструментов для обеспечения перепрофилирования региона на те приоритеты, о которых я сказал, является вопросом выживания. Наверное, вот те вопросы абсолютно я восхищен выступлениями коллег, они абсолютно конкретные, и я даже вижу некий вопрос, поскольку всегда Калининградская область была неким экспериментальным регионом, мы, наверное, могли бы предложить новой администрации и с учетом, так сказать, особым внимания, которое всегда правительство и президент уделяли этому региону, может быть, поставить вопрос о проведении неких экспериментов, связанных с внедрением опережающей режиме нормы положения, о которых вы совершенно четко говорите. И такую инициативу я бы взял на себя при постановке вот сейчас будет встреча президента с губернатором, на которой будут заявлены определенные инструменты и моменты, связанные с тем, я поступил в некий контакт, может быть, какие-то вещи мы предложили для Калининградской области особенно. Вторая ситуация, конечно, кардинально, на мой взгляд, может быть, надо посмотреть на мандаты институтов развития в этом отношении, когда мы говорим только из 36, только 2 или 3 пользуются возможностью как-то участвовать в системе гарантий, может быть, посмотреть, какие институты могли бы использовать эту систему, то же самое в этом отношении. Второй вопрос, который меня всегда интересует, мы это обсуждали всегда с Антоном Викторовичем в этом отношении, а, собственно, какие мотивации существуют у наших основных, скажем так, институтов, которые обеспечивают политику в этом отношении или регуляторных институтов для внедрения каких-то новых стандартов проектного финансирования, насколько готова среда для проведения, о чем вы совершенно справедливо говорите о качестве экспертизы, о наличии квалифицированных кадров, которые способны. Мы проанализировали в области только три компании, средние компании, причем не крупные компании, и работают на принципах проектного финансирования, как правило, компании, которые имеют двойной характер, там, бизнес в Польше, например, бизнес в Литве и бизнес в Калининградской области, и они соответствуют соответствующему стандарту, там, вынуждены были в соответствии стандарту реализации проектов, принципов проектного управления за рубежом, и, соответственно, параллельно запускают эту ситуацию. Вышел федеральный, там, некий стандарт по этим приоритетным проектам. Мы, как только начали анализировать функциональную схему самого правительства, как только предложили вариант насыщения элементами проектного управления, все министерства стали дыбом. Единственное, с огромным скрипом удалось договориться о том, что по некоторым приоритетным проектам будут сформированы опытные команды, которые будут как-то реализовывать в пилотном режиме принципы проектного управления. А все постановления, которые связаны с федеральными требованиями, требованиями правительства, а в этом вопросе свелось к имитационной системе, которая сейчас принимается, будет внедряться. И готовность, конечно, к этому на уровне регионов, я думаю, крайне невелика. И создание какой-то инфраструктуры обучения, повышение квалификации в этом отношении и распространение примеров успешной практики является одним из принципиальных условий. И качество, может быть, заявок в проектах и готовность команд проектных работать в этих стандартах в этом отношении. И последнее, что я хотел сказать, так вот, мотивация органов, которые формируют политику, занимаются ключевыми надзорными и контрольными функциями, зачастую именно они формируют эту политику, а не те, которые создают условия и среду для реализации каких-то наших амбициозных планов. Вот та инициатива, которую Антон Викторович сейчас продвигает о создании механизма общественного мониторинга за эффективностью деятельности институтов развития, как выяснилось, 36, один такой у нас загадочный, пока не определенный, но 35 уже инвентаризированный. Так вот, создание некой системы обратной связи, бенефициаров поддержки, влияние бенефициаров поддержки на функционирование самой среды, а может быть реформирование этой среды, расширение и специализацию деятельности институтов развития, создание такой рабочей группы, которые при ТПП одобрены и будут делаться с разработкой конкретных критериев и может быть даже показатели оценки их деятельности, которые будут включены в их TPI, являются крайне интересными и может быть в этом отношении сформировать особые критерии для оценки деятельности как институтов развития, так и финансовых институтов, которые каким-то образом будут мотивировать их на внедрение и расширение возможности обеспечения параллельно и в обязательном порядке, конечно, нормативно обеспечивая качественные изменения, чтобы это не было выстрелом в голову для каждого финансового института расширение возможности проектного финансирования. Ну, а так, друзья мои, наберемся оптимизма, мы умеем работать у него на общинных условиях, страну, я думаю, не потеряем. Мистично. Спасибо. Коллеги, в связи с тем, что у нас остальные докладчики сегодня массово заболели, погода, новая волна гриппа свалила их, но все они обещали прислать свои тезисы, мы их разместим в материалах сегодняшнего заседания, переходим к свободной дискуссии, кто хотел бы свои соображения по этой актуальнейшей теме высказать, пожалуйста. Да, пожалуйста. Только, пожалуйста, представляйтесь для протокола. Позняков Константин Александрович, член комитета ТПП РФ по поддержке малого среднего предпринимательства. Как я понимаю, проектное финансирование это три единства банковской системы с наличием инвестиционных банков, управляющей компанией, с наличием инжиниринга, который в этом проекте от начала разработки нескольких концепций и разработки ТЗ по выбранной концепции и до конца жизни проекта сопровождает. Рисков нет, в том числе и финансовый инжиниринг. И третье, федеральная контрактная система, которой у нас нет, ее заменяли Госплан, Госцен, Госснаб, а на самом деле федеральная контрактная система это Госснаб, Госплан и Госцен, в этой связи нельзя ли рассматривать такие вопросы, прекрасный доклад, я, конечно, не специалист, финансист, но все, что меня интересовало, очень простым доходчивым языком, Олег Михайлович нам рассказал. Нельзя ли спланировать обсуждение и движение вперед по проектному финансированию, например, завтра заседает первый раз рабочая группа от Совета по промышленности, по промышленному инжинирингу и промышленной кооперации. Невозможно что-то там развивать без тех вопросов, без знания тех вопросов, которые сегодня обсуждались. У меня и вопрос, есть ли намерение работать по созданию такого механизма важного, как федеральная контрактная система. Я еще раз говорю, в контракте все и ГОСНАП и ГОСПЛАН и ГОСЦЕНКО. И тогда банку инвестиционному можно работать. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Николай Николаевич, в первую очередь, что ожидает такой архаичный, но тем не менее достаточно действенный инструмент финансирования, как частные займы от физических лиц юридически в их проектном финансировании. То есть, скажем, вот не только у нас, в стране достаточно часто была возможность убедить богатого человека, заработавшего деньги честным путем, пройти сокращенный путь, получить до 100 миллионов рублей, это, в общем-то, вполне реалистичные суммы были, и спокойно заниматься реализацией этого проекта. Последние годы Центробан заемства не ограничены, разными путями. То есть, если человек не является собственником и дает заем как физическое лицо, не зарегистрировавшись ни как боевой фонд, ни как предприниматель даже, ну, в общем-то, я, насколько понимаю, сейчас там сумма вводится рекомендательный, который такой займ может предоставить, размер такого займа, и количество таких займов внутри одного года, и количество организаций, кому он может такой займ предоставить. Вот перспективы вообще какие у такого формы финансирования? Спасибо. Ну, на самом деле, то, о чем вы говорите, пока вообще никак не регулируется, поэтому я, честно говоря, не знаю ни одного нормативного документа, который ограничивал сумму и количество займов. Просто Центральный банк где-то, получается, с середины 2015 года начал мониторить ситуацию с так называемым peer-to-peer платформами, то есть краудфандингами, краудлендингами платформами, которые позволяют как раз аккумулировать проекты и предоставлять им займы частных лиц. Но сейчас это не предмет регулирования, это, скажем так, добровольное анкетирование. То есть пока эти краудлендинговые и краудфандинговые платформы просто отвечают ежегодно на анкеты. Сам по себе объем там достаточно незначительный, то есть вот по анкетам я не видел отчетов 2016 года, по 2015 году там оборот порядка 100 миллионов рублей. хотя одна планета РУ заявляет, что у нее там оборот порядка 600 миллионов. Но насколько я понимаю, планета РУ... Да. Мы в принципе оцениваем вот именно пир-то-пир платформы как наиболее реальный механизм развития в этом направлении. просто сейчас они по большей части представляют собой некую информационную систему, потому что владельцы пир-то-пир платформ не участвуют в сделке. То есть они предоставляют информационные услуги, а кредитор и получатель займа они заключают договор напрямую. Таким образом пир-то-пир платформа не несет ни проектной экспертизы, ни там качественной проверки заемщика, ничего. И вариантом здесь является механизм, который сейчас пытается альфа-поток реализовать, например. То есть это некая мясорубка, куда отправляются деньги инвесторов, которые мелкими порциями распределяются по проектам с тем, чтобы как раз риски, заявленные на один проект, минимизировать. Но альфа делает это пока только для своих клиентов и альфа-поток пока тоже является тестовой платформой. Поэтому это направление будет развиваться. До этого у нас в основном действовала система ангельских так называемых инвестиций. Но у ангельских инвестиций была там самая большая проблема это то, что ангелы хотели порулить бизнесом. Это вызывало серьезные противоречия с его владельцами. создание чисто инвестиционной обезвеченной системы по образцу там ондек лендинг клаб и так далее и тому подобное возможно это будет дополнительным стимулом привлечения частных средств в эту сферу. Ну то есть пока могут физические лица честных инвесторов сказать мы не отвечаем за федеральную налоговую службу потому что у нее могут быть свои вопросы. На самом деле совершенно четко центральный банк в лице председателя обозначил позицию центральный банк будет контролировать уплату налогов физических лиц и создавать определенные ограничения для тех кто эти налоги не платит и основным документом который для центрального банка будет главным для определения допускать вас не допускать кредитом софинансированием и так далее это будет 2 НДФЛ да есть но поэтому я думаю что главное почему сейчас возникли действительно некоторые ограничения со стороны там центрального банка они связаны с наведением порядка в уплате налогов всем населением объявлено что у нас там порядка 20 миллионов сегодня трудоспособного населения которое не платит вообще никакие ни налоги ни взнос ничего вказанного поэтому я думаю что в Ярославской области бытует мнение что тут первую роль все-таки играет Сбербанк у которого начало снижаться объем кредитования потому что появилось много зажиточных частников многие вышли из бизнеса в том числе Ростех помог многим предприятиям оказались приличные суммы на руках и стала формироваться эта система частных займов возможно Сбербанк возможно я здесь возможно возможно еще кто-то кому это не безразлично ну очень короткая реплика на самом деле там подводные камни они разбросаны можно сказать на каждом шагу по всему дну я просто сам проводил некий небольшой тест на основе тех обращений банков которые ко мне выходили с предложениями например открыть карту с кэшбэком никто не мог ответить на вопрос кто платит налоги с кэшбэком и таким образом да элементарно если банк не выступает в данном случае как налоговый агент а мелким шрифтом пишет что это зона ответственности владельца карты и владельца счета вот это пожалуйста прямой путь на налоговый штраф то есть это зависит от договора банка банк может уменьшить кэшбэк на сумму налога банк может выступить в роли агента который там взяв на себя уплату этого налога то есть выплатив вам чистый кэшбэк но оплатив налог и может третий вариант дать вам это на ваше усмотрение просто никто же не читает банковские договоры не отражая в договоре бонусы в данном случае кэшбэком не являются то есть вот те кто наиболее умные кто привел деньги в баллы они как раз под это не попадают а вот те кто возвращают на счет денежные средства они попадают в данном случае бонус был новогодний подарок именно в чистом виде кэшбэк он так и идет даже в строке зачисления на счет кэшбэк за покупки совершенные в декабре а договором это не было изменением отражено со мной как вкладчиком никак подарок есть подарок если в договоре этого нет то к вам придут то к вам придется известны это не только он повторя Quelqu'e та обеспеч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, по налогам и по стыковке, соответственно, по этой программе. Дмитрий Фадеев ушел. У нас в ТПП есть специальная рабочая группа, которая занимается такими сложными вопросами налогообложения. Одним из руководителей этой рабочей группы является Дмитрий Фадеев, он же директор департамента по законотворчеству. Обратитесь, пожалуйста, туда. Там главный консультант Градиент Альфа, очень ответственная, серьезная компания. Я думаю, что они вам 100% в этом вопросе ответят. Хорошо, спасибо. Есть еще, коллеги? Или будем завершать? Тогда позвольте мне, я хочу для начала огласить один интересный документ. Это перечень поручений председателя правительства Российской Федерации по итогам российского инвестиционного форума в Сочи 27-28 февраля 2017 года. Пункт 2. Минэкономразвитие и Минфину. Разработайте с участием Внешэкономбанка и других заинтересованных организаций и представьте в правительство Российской Федерации предложение «По созданию фабрики проектного финансирования, в том числе с привлечением ресурсов инвесторов на принципах синдицирования, предусмотрев возможность хеджирования государством рисков изменения процентных ставок». Да, вот я, Олег Михайлович говорит, мы уже третий раз собираемся. Я на самом деле, прочитав это, был очень рад, что мы не зря собирались, не зря собрались сегодня. Наконец то понимание, что государство, главная задача государства – это формирование рынков. И вот у меня есть ощущение, что, слава богу, государство поняло, что без формирования рынка проектного финансирования в России необходимых инвестиций для экономического развития, как поставил президент задачу, на уровне выше общей мировой, опережающего развитие, мы не достигнем. Это одно из тех предложений, которые мы постоянно выдвигали, превратить внешний эконом-банк на самом деле в институт именно проектного финансирования, настоящий институт проектного финансирования, который мог бы действительно сформировать необходимый рынок проектного финансирования, который бы дал статистику, на основе которой можно было бы потом подключать к федитной организации и так далее. То есть я считаю, что определенная такая положительная ласточка со стороны правительства, наша сторона у нас есть. Ну, тиши, Лава. Ну, позитив должен же, в конце концов, да. Теперь, те вопросы, которые возникали. По поводу статистики. Совершенно очевидно, что статистика Центрального банка, понятно, не отражает реального положения дел, потому что она нацелена на анализ того функционала, который заложен сегодня в законе о банках и банковской деятельности. Ну, и переоценивать участие кредитных организаций в инвестиционных проектах не стоит, потому что совершенно понятно, что в тех проектах, которые одобрены администрациями регионов, банки, конечно, там минимум на 50% участвуют, но это не является подавляющим количеством в общем объеме инвестиционных проектов. Но, на самом деле, я согласен, статистика искаженная, потому что банки вынуждены изобретать велосипеды, чтобы как-то принять участие в этом проектном финансировании. Государственные институты... Да. На самом деле, вот когда мы в МВСК банке оценивали объем подобного финансирования, просто брали за основу статистику по кредитам на срок свыше трех лет, потому что большинство такого рода кредитов – это как раз квазипроект. Ну, может быть, да. Я думаю, что да. Ну, наверное, да. 11%, да? Ну, я думаю, что и в целом, наверное, будет такой же, потому что крупнейшие компании, они кредитуются, естественно, под свои экспортные контракты. По поводу институтов развития. Совершенно очевидно, что основными участниками проектного финансирования должны стать институты развития. Абсолютно. Их задача – не заниматься этим субсидированием и всяким лоббированием, которым они занимаются. Их основная задача – это проектное финансирование. Мы где-то там 2-3 недели назад проводили общую конференцию с польскими коллегами. Они уже пришли к этому. У них институты развития занимаются только проектным финансированием. Все остальные вопросы с них сняли. Субсидирование, гарантирование и так далее. Их задача – развитие проекта, поддержка развития проектного финансирования. Потому что иначе получается такой замкнутый круг, как, допустим, в корпорации МСП. Это удивительно. Программа 6,5%. Значит, корпорация выдает, государственная структура выдает гарантию. Государственные банки, в основном участники, партнеры корпорации на сегодня, на 90% – это государственные банки. Государственный банк выдает под эту гарантию государство кредит. А затем Государственный институт, Центральный банк, рефинансирует этот Государственный банк под 6,5%. Слушайте, ну это просто... Вот более абсурдную ситуацию не придумаешь. Кому... Возникает вопрос, кому это надо? А если по-другому экономика не работает, то послушайте, ну давайте задумаемся, все-таки, может быть, реформация нужна. Олег Михайлович, правда? Дальше. По поводу СОПФа. СОПФ не является SPV по закону совершенно. Если внимательно, тщательно прочитать закон, СОПФ не является специальной проектной компанией, а именно поэтому СОПФы не работают. Ну, за уже три года закона о СОПФов ни одного проекта в режиме МИСОПФа практически нет. Да, идут там проработки этих проектов, но реального проекта, реализованного проекта на сегодняшний день нет. Именно потому, что это не SPV. Надо в конце концов довести законодательство, либо создать законодательство о функционировании SPV, либо все-таки СОПФы превратить в SPV. Потому что сегодня это такой надуманный совершенно институт. Я не очень понимаю, зачем, если есть управляющий, такой институт, как управляющая компания, которая, в принципе, может выполнять все эти функции. Ну, дайте управляющим компаниям право пользоваться теми инструментами, которые вы там, да, для СОПФа придумали. Ничего другого не нужно. Давайте все-таки вместо СОПФа или на базе СОПФа все-таки создадим SPV. Инвестиционные банки навязывали в зубах. Без наличия инвестиционных банков не сдвинемся с места. Ситуация, когда мы как-то пытаемся внутри кредитно-депозитных учреждений развивать какие-то там инвестиционные направления, она не работает. Мне кажется, все-таки надо создавать отдельные инвестиционные банки. Что бы я хотел предложить коллеге? Подготовить резолюцию, учитывая, что все-таки правительство сделало шаг навстречу, подготовить достаточно качественную резолюцию, доложить ее лично президенту торгово-промышленной палаты и одно из предложений в этой резолюции, я бы считал необходимым, создать рабочую группу уже торгово-промышленной, на базе рабочей группы Олега Михайловича, создать рабочую группу торгово-промышленной палаты по подготовке нормативно-правовых актов, законодательных предложений в сфере проектного финансирования. Я считаю, это одно из стратегических направлений. Это позволит привлечь к участию в этой совместной работе и другие наши комитеты, наши департаменты, и сделать эту работу, потому что я абсолютно согласен, что здесь очень много других вопросов, которые находятся в сфере компетенции, внимания наших других структур и Совета по промышленности и других комитетов. Вот такая рабочая группа уже в рамках торгово-промышленной палаты, мне кажется, позволит действительно эффективно реализовать те предложения, которые сегодня рабочая группа Олега Михайловича наработала. Мне кажется, что вот у нас есть хорошая основа уже двигаться дальше с точки зрения реализации этих предложений. Нет возражений, коллеги. Я все-таки вот одну такую ремарку, поскольку прозвучал действительно в том числе такое соображение про инвестиционные банки. Сейчас не место все это дело обсуждать, я просто знаю отношения ЦБ, включая отношения руководства ЦБ. Приходя к ним с предложением о проектном финансировании, где там где-то в центральном месте будут про инвестиционные банки, я боюсь, что вся наша дискуссия превратится в дискуссию об инвестиционных банках, центральный банк это похоронит, и как бы это не помешало к всему остальному. С учетом того, что сейчас в Думе вот это вот пропорциональное регулирование, банки с базовой лицензией, с универсальной, до лета будет принято, я бы предложил все-таки пока так с точки зрения вот программной вот эти вещи разделить, чтобы одно не потащило в качестве гири, другое, другое. Я не знаю, может быть, какие-то другие там соображения. Олег Михайлович, я полагаю, что руководителем рабочей группы или со-руководителем рабочей группы такой будете вы, и уже вопросы тактики реализации всех наших предложений, они будут вашей компетенцией. Я просто говорил о том, что реально необходимо все равно будет делать. Я не говорю, что это надо сейчас в качестве главного вопроса ставить перед Центральным банком. Я прекрасно понимаю позицию Центрального банка, но речь идет в целом, что это все-таки стратегическое направление. А уже вот вопросы тактики, что вперед, что потом, так называемый сетевой график реализации законотворческих инициатив, я думаю, что вы лучше нас подготовите. Коллеги, нет вопросов, замечаний, комментариев? Спасибо огромное за совместную работу. Всего доброго. Спасибо.